Уход от этой неприязни, от этой взаимоненависти, вначале через ограничение культурой и законом, что значит в духовном? Это изменение каваны, намерения. Кабарет называется «Познание зла в себе и оправдание управления Творца сердцем». Ну, такой религиозный язык. Переводим на русский, на системно-векторный. Каждый человек оправдывает свою жизнь. Даже если будет совершенный злодей, который интеллектуально будет понимать, да, он злодей, самый большой в мире, но сердце будет оправдывать себя. Любой носительник, вор, улица любой. Так это устроено. Иначе не сохраняется форма, не сохраняется целостность. Это естественное устройство. Нормально. Это нормально. И так же нормально, что внешний мир, мы испытываем к нему неприязнь к человеку, в первую очередь, и к божественному управлению. Как мир устроено. Ужасно мир устроено. И господа, вы же звери, господа, вы же звери, господа. И мир ужасный, ужасный, не имеет права нас существовать. И Бога нет, если бы он был. То есть мы проклятие Творцу, мы его обвиняем, мы его проклинаем. Почему? Любой человек, мать Тереза в Кубе такая, любой зрительный человек, самый-при-самый, он же не может находиться в постоянном состоянии любви, счастья, раскачки. В этот момент, да, Бог есть, мир прекрасной красоты, люди добрые, счастливые, даже Чикатило, и я, например, и все исторические злодеи. Но это же не такой момент. Потом идет вниз. И самые добрые среди нас, самые добрые, я говорил, таких добрых, таких, вы не представляете, мне повезло, таких добрых, у них глаза сияют любовью и добротой. Которые, если поговорить с ними, они скажут, да, в мире очень много зла, надо любить друг друга, любить, главное, это любовь. Ну, а Анка присутствует. Ну, что вы, столько зла в этом мире. То есть они обвиняют. Самые добрые люди, это в культуре, это же не духовные, это культура. Они обвиняют внешний мир, мир Бога, людей, даже самые-пресамые добрые. Самые сны оправдывают себя. Что же имеется в виду в духовном? Духовное – это изменение намерения, получение на отдачу. Это духовный альтруизм. Это не ради себя, а ради Творца. Что это означает? Это познание своей природы, как устроен мое эгоизм. Как она устроена? Дифференцирована, чтобы не путать, Боже, даже с яичницей, как это делают ребята в других группах. Духовные, так называемые, желания нехватки, черная точка в сердце, со всеми животными нехватками. Которые часто путают, не часто, а постоянно. Все, вместе с мудрецом, всех народов мира. В хорошем смысле. Я прохожу без злания. Ничего. Так вот, смотрите. Когда я познаю сокрытие внутри себя, сокрытие, то, что живет в моем, то, что скрыто в бессознательном, моем психическом, два уровня сокрытия. Когда я это познаю, это и есть осознание зла в себе. Злом называется в кабале эгоизма. Эгоизм в себе дефиленцирован, только иначе я не могу познать. Я познаю его в себе. Я познаю свою природу. Познавая свою природу, я мгновенно все через себя происходит. Я познаю природу других людей. Познавая свою природу, это и есть осознание зла в себе. То есть, его эгоизма. Но только дифференцирован, иначе его нельзя было знать. Познавая одномоментно природу через себя других людей, познавая себя. Я понимаю, что нету зла в волке, который хочет съесть овечку. Нету зла в тигре, который хочет съесть козленка. Нету этого зла. Я понимаю, это такое устройство. Я оправлю, мне это не пляж. Я перестаю испытывать неприязнь. У меня меняется намерение. Не ради себя. У меня меняются приоритеты. С частного на целое. Большие изменения происходят. Дальше касается кабала. Я не хочу сюда впутывать кабалы. Но в двух словах. В пограничных словах. Между теми и этим. Павел Владимир Владимирович говорит, что в каббалистических группах наиборуфи раньше сосредотачивать на осознание зла, на ненависти к друг другу. Так к чему это говорит? Это глупость. Это детский сад. Павел Владимир Владимирович. Это детский сад. Это идти неизведанным путем с посохом по бездорожью. Это бред, Субашидж. Путают ненависть с природой. А сознание зла, они путают язык корней и ветвей. Зло мы называем в физическом мире злой. Дифференцируем от доброго, например. Но в каббале это не это. Зло это природа физического, психического нашего. Которая дифференцируется не с добром, а с божественным корнем, с Творцом. С природой божественной отдачи, а не получения. Поэтому они путают, дураки. Зло это познание самого себя в хорошем смысле. Зло, то есть дифференцировано от силы отдачи Творца в этом смысле. И путают ненависть друг к другу. Дураки, ненависть друг к другу. Так они ненавидят друг к другу, Павел Владимирович. На моих глазах. Десять лет это происходило. Там взаимная ненависть. И говорят, это организм растет. Это хорошо. Они ненавидят по самым банальным причинам друг друга. По самым банальным черчим себя. Не выдумывайте. Не надо это. Нет необходимости. Елена Списевцева. Смотрите, опять ошибка. Эгоизм вне векторное понятие. Все ему подвержены. Нет. Это наша природа. Не все ему подвержены. Это мы созданы из такого материала. Из желания получать. Весь физический мир. Но он сбалансирован на неживом уровне. Он сбалансирован на растительном уровне и на животном. А у человека он выходит за пределы баланса. За счет добавочного желания. Что толкает к развитию. И параллельно с этим, как побочный эффект, взаимное неприязнь. Только человек испытывает неприязнь. И большое удовлетворение, когда ближнему плохо. Только мы радуемся, когда ближнему плохо. Животные нет. Два волка бегут. Один попал в топкан. Говорит, ручки, лапки потёр. Мне больше овечек достанет. За бред. У них нет ощущения ближнего. У них нет неприятия. Только у человека. За счетовочного желания. Это наша природа. Естественно. Не потому, что все или не все. Мы из этого материала созданы. Но мы растём, развиваемся. Через промежуточную фазу культурного человека. Культуры, зрения. Человека будущего. Духовного. Когда мы познаём себя. Познавая свою природу. И в этом случае эгоизм и зло. Не в культурном значении. Зрительном этого слова. Этот эгоист это хороший, добрый человек. Этот зло это добрый. А разделяя в абстракциях эти понятия. Зло и эгоизм. Между миром физическим и досингулярным. Между силами отдачи и получения. Где мы созданы как проекция силы получения. Как эгоизм и как то, что называется злом. Зло это зло 14 миллиардов лет. Начинается от большого взрыва. То есть это обратное добру. Зло это сила получения. Обратное силе отдачи. Познание самого себя. Это и называется зло всесомное природное.